здравствуйте у меня на канале есть много видео по приборам которые тестируют аккумуляторы и поэтому я не мог обойти тему тестирования аккумуляторов автомобиля вот такой прибор который может тестировать аккумуляторы автомобиля 12 и 24 вольта и он определяет внутреннее сопротивление батареи он оценивает ток прокрутки по разным стандартам он оценивает диагностируют электросистему автомобиля то есть является ли напряжение при работе вашего генератора напряжение зарядки аккумулятором нормальным или же она слишком большое или же она слишком маленькая оценивает напряжение на аккумуляторе в момент старта не просаживается ли она ниже 10 вольт когда машина заводится стартером и показывает другие параметры проще говоря вы вводите цифры которые на аккумуляторе то есть ток старта и он показывает нужно ли менять аккумулятор или аккумулятор еще походит не буду утомлять вас распаковками прибор приходит вот в такой вот цветной коробки то есть если вы заказываете на подарок то выглядит довольно красочно и неплохо дальше внутри вот такая вот сумка в сумке лежит прибор есть специальный кармашек для прибора есть инструкция на китайском английском ну и русского языка похоже нет и идет вот такой двухметровый провод то есть вы можете тестировать это сидя за рулем автомобиля одной рукой заводите машину и смотрите непосредственно что происходит с аккумулятором такие мощные крокодилы и прибор работает по четырех проводной схеме вот здесь подходят два провода вот и я буду сравнивать показания этого прибора по внутреннему сопротивлению с таким прибором у r1030 плюс широко известный и по пусковому току вот такой вот мультиметр который может измерять постоянные токи пиковые токи переменные токи но общем-то классный мультиметр ну что пробуем тестировать его и включать что он может для того чтобы протестировать этот прибор я собрал такую сборочку из аккумуляторов 21703 штуки литиевые и прибора нет внутреннего аккумулятора так как он тестирует аккумуляторы то ему аккумулятор не нужен он питается от внешнего источника я припаял сюда медные клеммы чтобы схватиться крокодилами крокодилы такие довольно жесткие и если хвататься за палец то за палец и не хватаются больно так я подключаю он показывает напряжение батареи 12 4 вольта так вхожу окей выбираем батарею 12 вольт нажимаю enter и тестируем батарея здесь он предлагает выбрать тип батареи выбираем обычную батарею здесь можно выбрать батарею по вашему типу и здесь выбираем по какому стандарту тестировать по стандарту е н тестируется на ток прокрутки этот параметр должен быть написан у вас на аккумуляторе здесь можно задать ток прокрутки который написан у вас на аккумуляторе минимальный 100 вот можно задать больше и максимальный если крутим вниз меньше минимального 1700 я задаю минимальный ток 100 этот эта сборка протянет я думаю ампер 30 все нажимаю ok происходит тестирование так он пищит говоря о том что аккумулятор пора заменить ток оценки прокрутки 59 ампер но неплохо напряжение 1245 и внутреннее сопротивление 41 миллион так 41 миллион я его выключу чтоб он не пищал и для сравнения использую вот такой прибор в 1030 плюс посмотрим какое внутреннее сопротивление потому что этот прибор этому прибору я доверяю и внутреннее сопротивление он измеряет точно так 41 миллион 41 миллион здесь напряжение 1245 так прогоню тест еще раз 41 с половиной миллион показания у них совпадают напряжение 1245 1245 показывает точно ну что поехали тестировать нормальный аккумулятор так подопытный аккумулятор томас аккумулятор года три и на нем написано 540 и н 540 ампер он должен выдать по стандарту и на один крокодил я подключил подключаю второй крокодил на вторую клемму так прибор оживает показывает 11 82 83 вольта это говорит о том что аккумулятор разряжен и что-то посаживает аккумулятор так выбираем 12 вольт выбираем тест батарея выбираем тип батареи и здесь нужно выбрать стандарт и н так как на аккумуляторе написано и n540 и здесь нужно выбрать ток ток выбирается вручную я уже заранее выбрал 540 ампер то есть это сто процентов здоровья аккумулятора нажимаю ok он тестируется и он говорит перезапустите тест после зарядки аккумулятора потому что напряжение маленькая и она тестировать не хочет заряжаем аккумулятор так немного зарядили аккумулятор показывает напряжение 1202 выбираем 12 вольт тест батареи так выбираем стандарт и н значение 540 сохранилось происходит тестирование так и он пишет что нужна зарядка черным по белому пишет то что вольт 1206 ток прокрутки оценочный 261 хотя заявлен на аккумуляторе 540 и поэтому коэффициент жизни у него 22 вот этого 22 процента это то есть сколько ему сколько у него осталось здоровья и верхняя шкала 17 это проценты зарядки то есть если аккумулятор будет заряженный то здесь будет сто процентов внутреннее сопротивление показывает 953 мой прибор вар 1035 показал 6 миллион здесь показывает 9 так ну и если 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 завести вот эта верхняя шкала уйдет на сто процентов заведите с машину было 14 вольт сейчас напряжение на генераторе больше 14 вольт опять включают тест так и он пишет заменить но верхняя шкала показывает сто процентов из-за того что напряжение 14 4 то есть он оценивает аккумулятор как полностью заряженный вот а нижняя шкала один процент ну потому что работает генератор и он некорректно оценивать внутреннее сопротивление внутреннее сопротивление на заведенной машине считается неправильно ну это просто для индикации того что верхняя шкала это уровень заряда по напряжению аккумулятора пробуем тест зарядки он показывает нормально ли работает генератор то есть небольшое ли напряжение зарядки не маленькая находится ли она в норме так выбирают с зарядки и здесь есть инструкция на русском языке запустите двигатель вещи скорость ну то есть это обороты до две с половиной три тысячи оборотов в минуту затем нажмите enter так две с половиной пищи есть нажимаю enter потом показывает мгновенное напряжение то есть напряжение сейчас на генераторе он фиксирует максимальное напряжение то есть какое было напряжение на максимуме и минимальное то есть то напряжение которое было на минимуме если напряжение упадет то есть он фиксирует минимум максимум ну и если напряжение находится в рамках между 13 3 и между 15 вольтах он пишет хороший то есть генератор работает исправно и заряжает аккумулятор нормально как то так так пробуем загрузку теста то есть это как генератор работает при нагрузке ну тут есть русская инструкция полностью включите нагрузку вести скорость до 2 с половиной до 2 2 с половиной тысячи оборотов затем нажмите enter так обороты подняли и так напряжение 14 5 ну что включая все нагрузки так дальний свет включается обогрев заднего стекла напряжение упала 14 27 напряжение меньше чем 12 и 8 и он пишет внимание так минимальная 12 52 он зафиксировал то есть напряжение где-то скакнула и поэтому пишет внимание но сейчас напряжение на оборотах 14 и 3 и поэтому я думаю нормально так еще раз зайду в загрузку теста ну вот машина электросистема нагружена напряжение 14 и 4 и она больше чем 13 4 поэтому он не ругается пишет хороший но это довольно примитивная проверка просто чтоб напряжение не падала меньше чем 13 4 так и самое интересное то что пусковой тест здесь работает неправильно вот я выбираю пусковой тест и я нашел видео какого-то американца и при нажатии на пусковой тест у него появляется надпись запустите двигатель и после запуска двигателя появляется этот экран и на экране появляется напряжение текущее напряжение которое было при старте и напряжение минимальное 10 и 2 вольта которое должно быть здесь просто показывает текущее напряжение аккумулятора то есть если сейчас завести машину заведите с машину то нифига не поменяется то есть он уже сохранил напряжение показывает 12 32 и он не ловит просадку напряжения то есть этот режим работает неправильно сейчас выйду зайду опять и он показывает 14 2 он не ловит просадку не ждет старта и и не определяет что с этим можно сделать возможно это какая-то неправильная прошивка потому что я просмотрел где-то десяток видео и у всех такая проблема в этом приборе что можно сделать можно зайти в режим допустим загрузка теста и в этом режиме можно не увеличивая обороты не проводя все эти манипуляции этот режим тоже отслеживает минимальную просадку напряжения заглуши вот машина заглушена я захожу сюда напряжение 13 и 1 вольта и вот если сейчас завести машину то вот это минимальное напряжение он отловит заведешь а вот машина заведена и минимальное напряжение он поймал 986 вольта то есть аккумулятор уже пора менять этот прибор говорил что аккумулятор уже дохлый и он отслеживает минимальное напряжение которое было при старте которая просела при токе 320 ампер я измерял ток то есть вот так вот можно через этот пункт меню через третий или четвертый пункт обойти этот глюк этого прибора вот такая вот есть проблемка ну и внимание он пишет потому что напряжение меньше чем 12 8 хотя оно должно быть в пределах 10 и 2 с просадка при старте должна быть не меньше чем 10 и 2 вольта что по итогу я как мог протестировал этот прибор что я могу сказать плюс этого прибора том что у него длинные провода то длинные двухметровые провода и вы можете держать прибор в машине сидя за рулем и видеть его показания и видеть показания на приборные панели авто это удобно то есть не нужно бегать под капот прицепили крокодилы и при поднятом капоте можно сидеть за рулем машины с этим прибором он работает по 4 проводной схеме вот здесь видно что на каждый крокодил идет два провода этот крокодил два провода на этот тоже идет два провода поэтому большая длина проводов не является проблемой не влияет на показания и это нормальное качественное измерение у него хороший чехол то есть его удобно хранить в чехле не нужно его чем-то сматывать и у него есть русский и английский язык так по моему здесь нужно выбрать вот по этой кнопке по левой кнопки выбирается русский язык английский испанский и так далее есть список языков есть список измерений которые проводились то есть вот измерения первое второе третье он сохраняет три измерения и каждое измерение можно пройти посмотреть то есть не просто 12 31 вольт а это все параметры которые были сохранены при этом измерении то есть внутреннее сопротивление аккумулятора сколько в нем осталось жизни процент заряда и хороший он или плохой то есть эти параметры сохраняются не нужно записывать на бумажку минус этого прибора в том что у него не работает пусковой тест то есть в режиме пусковой тест при нажатии он должен показывать окно заведите машину и когда он видит что напряжение упало он должен поймать минимальное напряжение пусковое напряжение должно отличаться от динамического но он этого не делает но я видел в других видео такая проблема у многих но в принципе это можно поймать минимальное напряжение допустим в загрузке теста вот в этом режиме то есть можно не повышая обороты просто зайти сюда и он будет ловить минимальное напряжение и она будет прописано здесь если вы завели машину здесь больше чем 12 и 2 по моему 12 3 во время старта значит все нормально можно так обойти этот глюк ну и я хочу сравнить показания этого аккумулятора с прибором YR1030 плюс которым я давно пользуюсь так подкину его клемма к этому же аккумулятору и проведу тест этой батареи литиевая здесь нет выбирая минимальный ток 100 ампер максимальный ток может быть до 1700 ампер и вот он показывает напряжение 12 27 вольта 12 268 мой прибор точнее но он показывает что этот прибор показывает довольно точно внутреннее сопротивление показывает 15 21 миллиом а здесь же показывает 974 миллиом а эти приборы измеряют внутреннее сопротивление по разному этот прибор измеряет на одном килогерце на переменном токе этот прибор скорее всего измеряет внутреннее сопротивление на постоянном токе но это и правильно потому что постоянный ток для старта машины для стартера он важнее поэтому внутреннее сопротивление здесь немножко больше и он оценивает ток этого аккумулятора как 163 ампера ток прокрутки ну да это высокотоковые аккумуляторы где-то 100 150 ампер они должны выдавать ну в принципе и все то есть по итогу если вы не хотите заморачиваться вы хотите подключить крокодилы и понять хороший у вас аккумулятор неплохой просто введя вот этот вот параметр и н или cc а или что-то еще то есть какой параметр у вас на аккумуляторе написанный ввели ток и получили значение нужно ли менять аккумулятор или нет сколько в нем осталось процентов жизни если вы разбираетесь в аккумуляторах и хотите немного заморочиться хотите понять что реально происходит и хотите измерять допустим литиевые аккумуляторы никель кадмиевые и прочие то можно купить такой прибор и таким прибором можно измерять и внутреннее сопротивление и по внутреннему сопротивлению уже оценивать какой ток выдаст аккумулятор то есть если внутреннее сопротивление 9 аккумулятор выдаст 150 ампер если внутреннее сопротивление 6 миллион то аккумулятор выдаст допустим 250 300 потому что когда он оценивал этот прибор аккумулятор машины он оценил ток примерно в 260 ампер если я не ошибаюсь и токовые клещи показали реальный ток старта 320 ампер вот примерно такие мысли по этим прибором оба они имеют право на жизнь и у каждого из них своя сфера применения если у вас есть вопросы по этому или этому прибору буду рад ответить в комментариях ссылки на эти приборы оставлю в описании под видео на этот прибор по моему продавец предоставил купон тоже оставлю в описании под видео если видео было полезным можете поставить лайк и поделиться им с вами как всегда буду был радиогубитель до свидания до следующих видео